А сейчас об одной из самых обсуждаемых тем. Референдумы о вхождении в состав России в Луганской, Донецкой, Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях завершились. Напомним, что голосование стартовало 23 сентября, а завершилось 27. Первые дни граждане голосовали на дому. К ним приходили члены избирательной комиссии с урнами и бюллетенями. А в последний день работали уже участки. Большинство протоколов уже обработаны. Какой выбор сделали участники референдума? Расскажем в эксклюзивном материале, подготовленном при участии наших бердянских коллег. Шел подсчет голосов. Пока по предварительным данным можно сказать, что явка составила около 90% в каждой из голосующих областей. В первые дни голосование шло на дому. То есть члены избирательной комиссии приходили гражданам со специальными урнами и бюллетенями. Также напомню, что голосование шло и в Тверской области. В Тверской области было организовано несколько избирательных участков. Проголосовала из Запорожья. Там уже подвели предварительные итоги. Наша коллега Юлия Выченкова прямо сейчас на прямой связи с Тверью. Она расскажет, как проходило голосование у них и подведет предварительные итоги. Юлия. Добрый день, Тверь. Добрый день, Лера. Сегодня, несмотря на то, что в Бердянске пасмурная дождливая погода, настроение у всех просто великолепное. Приподняты уже известные итоги референдума. Практически 94% избирателей проголосовали за воссоединение с Россией. Конечно же, все с нетерпением ждут официального провозглашения нашего воссоединения с Российской Федерацией. Сам процесс избирательный проходил в прекрасно организованных условиях. И военнослужащие Российской Федерации организовали прекрасную безопасность всем жителям, всем, кто непосредственно принимал участие в голосовании, как на дому, так и тем, кто приходил на избирательные участки. В целом, обстановка в городе Бердянске спокойная, настроение всех приподнятое. И всех, все друг друга поздравляют с этим прекрасным свершившимся событием. Специально из Бердянска для Тверского проспекта. Явку называют рекордной. Сами избиратели активно высказывали свою гражданскую позицию. Напомним, что рассказывали нашим коллегам сами бердянцы во время голосования. У них уже терпения нет. Так, настолько люди хотели, ждали этого дня. Люди хотят перемен. Бояться не нужно, и все будет хорошо. Ждали как Бога. Честный слух. Ваш выбор продиктован чем? Ну, я же говорю, что надоела вот эта американская власть. Надоела. Можем теперь с ответственностью сказать, что голосующих за Россию будет больше. Я россиян, как придумал наш президент тот украинский. Рассоединил нас. В феррианду мне хочется лучшей жизни. Надоело это безвластие, надоело это вся неправильность в нашей стране. Мы вообще, по сути, это все русские. Далее, с формальной точки зрения, после официального подведения итогов референдумов, нужно будет подписать все документы, ратифицировать их в Софреде и принять соответствующие поправки Конституции. Напомним, что Бердянск является подшефной территорией Тверской области. Верхневолжье оказывает регулярную гуманитарную помощь жителям этой территории. Мы следим за дальнейшим развитием событий. Продолжение следует...